А сейчас бой, который ожидался с особым интересом. Трехраундовый воединок в легком весе и ваше внимание на экран. Александр Сарновский! Я читал в интервью, что он говорил, что ему предлагали других соперников, и он выбрал именно меня. Он хочет этого боя. Он очень мотивирован, он неплохой ударник, хорошо борется, я очень хорошо изучил. Он работает всегда вторым номером. Я всегда себя в форме держу. На каждый бой у меня практически один настрой. Выйти и сделать ту работу, над которой мы долго работаем, и проделать его должным образом. Соперник опытный, в рейтингах, на хороших позициях. Победа над ним меня поднимет. Довольно-таки приличный уровень. Это один из шансов получить титульный бой. Я думаю, что он будет бороться, не знаю почему. Потому что он проходил сборы, делал там, по войне борьбы. Я думаю, он выберет тактику, как работал, допустим, мальчай. Но это мое мнение. Если будут стойки, будет здорово. Покажем хороший поединок. Если он захочет побороться, пожалуйста. Я буду готов к борьбе и к работе стойки. Я покажу все, на что я способен и с помощью силы сделаю то, что я все планирую. Хочу в стойке поработать, поработаем все в стойке. Так много о ней говорит. Я буду готов к всем. Хочу работать в стойке. Это моя стихия. Наша пара очень хорошая. То есть он ударник. Я радуюсь работать в стойке. Думаю, мы покажем бой красивый. Конечно, охота драться с чемпионом. Охота драться за титул. В этой организации быть чемпионом. Очень престижно. После того, как звучит гонка, это все непредсказуемо. Я думаю только о победе. А как выиграть этот бой, это уже все по ситуации. Это сенсация. Давайте смотреть. Боец в синем углу. Ему 27 лет. Рост 180 см, 670,8 кг. Профессиональный рекорд 38 боев. 34 победы, 4 поражения. Его сильный ММА. Дамы и господа, приветствуйте! Из Сонска Александр Тригор. Саравский. А вот его замерник в красном углу. Бойцу 25 лет. Рост 170 см, вес 70,6 кг. Его профессиональный рекорд 10 боев. 7 побед при 3 поражениях. Его сильный боксинг. Дамы и господа, встречайте! Из Махачкалы. Устар Магомед. Каджи Тауда. Родикоя Лукаш. Пожалуйста. итак возраст рост вес послужные списке бойцов на ваших экранах два года александр сорновский старший устармагомеда гаджидаудова и сразу начинает поддавливать перчатки синим спочек александр сорновский бросается потом про так и в быстрой гаджидаудов александр вполне комфортно сместился также хорошо работает на ногах на пылье проводит по этажам сейчас кики гаджидаудов отвечает лонг киком слева сарнафский бэкфист бывает александр подскользнулся в данной ситуации не не был такой удар который поверг на рим тем не менее это воодушевило его соперник и он так яростно бросился но что взял захват и будет пытаться бороться видимо с александром это интересно александр сорновский участие и конечно же если мы берем сша этот белаток очень известный второй наверное сейчас по силе после уэфси сша и в мире остромагомед под поджимает александра наносит удары но они не критичные да вот александр обменяет захватик и начинает потихоньку сам работать но опыты у него вагоны несколько тележек свой предыдущий поединок александр нанес отличный левый боковой к истромагомеду и тот просто упал от этого удара по сути боксе это бы посчитали как нажал еще один хороший правый сбоку от александра сорновского я хотел сказать что свой предыдущий поединок он провел в мае и выиграл по очкам у хорхи патино так что в принципе он видно что в хорошей форме мы видим что устромагомед просто рвется в борьбу с александром странно да вроде бы кикбоксер но это ммм и здесь здесь бывает все может он чувствует что в стойке александр лучше я бы сказал что пока не показывают равного относительно технику но удар александра тяжелее точнее очередная двоечка и снова это магомед оказался на полу после этого удара еще одна двойка попытка бэкфеста ну вот сейчас мне конечно начинает забирать александр инициативу прошествии уже более чем половину первого раунда но собственно от него этого многие ожидали о хорошую правую еще один туда же а удары достают до цели наносят ущерб и сейчас александр уже в хорошем захвате и могу провести бросок видимо будет сушить сушить ноги возможно он и не сказать не планирует такую прям очень быструю победу может как раз нужно в дебюте продышаться где-то где-то поработать еще какое-то время ну удары александра говорят об обратном хотя да вот сейчас попытка бэкфеста со стороны гаджидеудова и нарвался на левую и сейчас колено но тем не менее пока не сдается не собирается сдаваться гаджидеудов естественно пытается забрать ногу александра и свести его в партер очень интересно посмотреть как бы они работали в парте может быть мы это не увидим заканчивается да и вот александр уже пытается провести положение для бросочек вот сейчас александр уже дорабатывать возможно понаносить какие-то удары поразбивать немного и так я думаю что бросок был засчитан судьями вот сейчас александр уже дорабатывать возможно понаносить какие-то удары поразбивать немного показать активность встает встает стармагомед за джидаудов опа вот это да хороший такой сейчас у него был удар коленом в голову и так я бы сказал немножко реваншировался за тяжелые пропущенные удары в конце первого раунда очень трудно когда попал хорошо так с коленом да я по моему александр соответственно в первом раунде выглядит предпочтительнее но хочу сказать что стармагомед удивил удивил вот этими постоянными попытками проходами бороться именно стремлением неплохую технику он показал и стойки но после нескольких пропущенных ударов мощных от александра он немножко растерялся замешкался но опять же как только была секунда он поджал александра к сетке и пробовал снова работать да я еще хочу заметить что вот здесь бы александр мог в принципе попытаться добить доработать ну да позволил там магомеду встать и второй еще здесь посмотрим что будет во втором раунде первый забирает естественно сорновский но в конце раунда пожалуйста очень хороший удар достойный соперник да соперник вышел не за чеком соперник вышел дать бой и не только компоненту второй раунд александр сорновский будет стармагомеда по джидаудова легкий вес и своя категория до 70 килограммов 300 граммов дебют александра сорновского под эгидой российского номер промоушена и себе хорошо сейчас одружился даджидаудов прошла у него двоечка александр сорновский кик он в перчатках синим скотчем да я думаю многие так прекрасно знают этот александр увидит опа отлично удар вот это да вот это сенсация друзья и рефери останавливает поединок вот это сенсация вот это да очень тяжелый нокаут на самом деле нокауте находится на самом деле вот мы смотрим повтор ух срубил просто срубил все там уже после этого удара можно было остановить да удар пришелся точно в челюсть и сокрушил просто александра там был правый на правый и вот это напоминает лучшие моменты профессионального бокса рахман Льюис Льюис Макол рахман Масхаев а вот вращаясь в автогон да это конечно никто не ожидал я думаю александр точно опять же вспомним что мистер Магомед пробовал право делать очень много проходов в ноги пробовал попытки борьбы возможно он просто готовил вот к такому завершению к такому финалу пытался отвлечь Александра на борьбу и потом нанести сокрушительный удар все может быть если будет он дрались победителем если будет хотелось бы конечно не узнать вот так очень важная победа для Гайджи Даудова во-первых выиграл ярко досочный очень-очень серьезного соперника это раз во-вторых он прервал свою череду поражения вылезавки боя 44 секунды второго раунда победу нокаутом подержал Устар Магни Гайджи Даудова ну что ж мы поздравляем Устар Магнида Гайджи Даудова с очень яркой победой всем салам алейкум Питер как говорят славяне здравствуйте хочу выразить огромную благодарность всем тем кто пришел продержать я не раз тренеру говорил когда есть поддержка всегда хорошо и получается хорошо выступить одним словом много умничать не хочу благодарить всех кто пришел здесь просто времени не хватит единственное хочу могу выразить Шамиль Шамиль и Амар это семья Магомедовых Магомед Алиевых Гаджи Даудова здоровья конечно же Александру Сарановскому восстановиться и ментально и физически надеемся что на этом его карьера не заканчивается ни в коем случае в си не в не в не 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 Продолжение следует...